Я надеюсь, что еще один доктор присоединится к нему. На самом деле, у нас сегодня премьера, и мы хотели представить вам новую компиляцию анализа, опыта и всяческих своих предложений на тему восприятия, выбора, стратегии и тактики термического лечения. Итак, мы будем сегодня говорить об общих фундаментальных базовых знаниях, исследованиях, повторять, что-то стратегии. Мы будем говорить о прикладных техниках и прикладных методиках, которые вытекают из этих фундаментальных знаний. Этот курс родился в результате компиляции моих клинических знаний и знаний Алексея Николаевича Шарова, которые вы все знаете немножко в другом качестве. Может быть, вы все знаете, что он имеет базовое медицинское образование, немного с другой стороны. Это так называется пара медики, что позволяет ему разбираться на достаточно микро уровне, в других процессах, и мы будем сегодня говорить. Поэтому этот курс мы читаем с ним вдвоем, попеременно. И мне бы хотелось в моей части больше диалога, а в другой части больше внимания, потому что это очень важный аспект, о котором мы будем говорить. Большая уведительная просьба. Не стесняйтесь, задавайте вопросы. Это очень важно, чтобы вы на каждом этапе понимали суть того, что она объясняет, и не того, что показывает я. А еще у нас традиционно так сложилось, что каждый май мы что-то подумаем, потому что у нас каждый май происходит в фонтальном пути. И мы уже подумали, что на летний день в городе маневает вас, поэтому я вас все-таки призываю с наступающим днем города. Ваши днем воды, в общем, они немножко и приурочены. Особенно, может быть, кто-то из-за крестейна, что это вам будет приятно. Так мы начинаем. Большую спасибо. Уважаемые коллеги, доброе утро. Вот краткая программа, которую мы хотели бы сегодня осветить. Я освещу первый блог информационный, который касается остеологии, остеогенеза, потому что на самом деле очень много механизмов хирургических, о которых спрашивают именно практикующие врачи. Они кроются там, а не в хирургических методиках. Начнем, конечно, мы изучение или повторение остеологии с повторения хрящевой ткани, потому что они имеют очень много общего, общее происхождение как минимум, общие механизмы развития. Они имеют аналогичный состав и структуру, но при этом имеют ряд принципиальных отличий. Очень большое значение в остеологии и в изучении тканей играет именно межклеточное вещество, которому не уделяют должного внимания, к сожалению, практикующие специалисты, концентрируясь на хирургических методиках. Крючевая ткань, так же как и костная, состоит, конечно же, из клеток, а из хондроцитов, зрелых клеток и межклеточного вещества. Крючевая ткань имеет надхрящницу, очень четко выраженная, которая имеет комбиальный слой, активно делящийся или находящийся в покое, как это изображено вот здесь, или активно делящийся после травмы или при каких-то процессах необходимых, в процессе роста в том числе, как это изображено здесь. Идет утолщение комбиального слоя, отделение пролиферации активных клеток к андрогену и отделение хондробластов к внутренней части. Отличие костной ткани от хрящевой принципиально заключается в том, что клетки хрящевой ткани способны делиться в дальнейшем методически, образуя гнезда. Это говорит о зрелых клетках. Костная ткань, конечно же, методически не делится. Костный матрикс сам по себе уже служит хранилищем кальция, а также включает в себя большое количество различных биологически активных соединений. А межклеточное вещество хряща, включающее гиалуроновую кислоту, которая входит в состав и сухожилий, находясь в более плотном состоянии, оказалось, что одно и то же соединение делает поверхность сустава идеально гладкой. Мы вспомним эту фразу в самом конце. Оформенная соединительная ткань – это тогда коллагеновые пучки, расположенные в одном направлении и структурированные. Обеспечивают эту структуризацию определенные транспортные гибелки, которые после синтеза обеспечивают ориентацию толстых коллагеновых волокон в пространстве и ориентируют их в одной плоскости. Это поперечный срез хряща, где мы видим пучки коллагеновых волокон, уложенные рядами. В хрящевой ткани они выглядят именно так. В костной ткани они будут выглядеть несколько по-другому. Они будут более частые, более плотные, а сами волокон коллагена, сами пучки будут более пространствоорганизованы горизонтально. Это клетка хондробласт, достаточно молодое, о чем говорит очень крупное ядро. Она синтезирует волокон коллагена вокруг себя, во все стороны, которые имеют разную толщину. В дальнейшем происходит организация этих волокон коллагена, уже в плотные организованные пучки, которые составляют основу скелета ткани и основную структуру межклеточного вещества. Сухожилие всегда имеет две оболочки, как вот здесь. И гиалуроновая кислота, которая находится внутри, она находится в составе жидкости, включает в себя жидкость, поскольку образует комплексы органические, и находится в виде некого геля. В сухожилиях, конечно, этот гель более плотный, мы его практически не замечаем, хотя жидкость, конечно же, присутствует и в костной ткани, связанной в виде хрящевой ткани. Это микрофотография, и одна, и вторая. В одном случае у нас спящий хрящ, это хрящ покоящийся. Мы видим это по толщине хондрогенного слоя. Клетки сплющены, они тонкие, они не пролиферируют, и находятся в относительном спокойствии. Все, что лежит кнаружи, это фибробласты, это клетки соединительной ткани, которые растворены, находятся в среде тех же пучков коллагеновых волокон и гиалуроновой кислоты. Здесь же мы видим активный слой пролиферирующей хряща, который ограничен с двух сторон пучками коллагеновых волокон. И здесь идет активная пролиферация. Возможно, где-то было вблизи травмы, либо это еще растущий хрящ. А так выглядит костная ткань. Клетки костной ткани соединены между собой в плотную сеть, а между ними находятся пучки организованных коллагеновых волокон, как вот, допустим, коллагеновое окно, и свободно лежащие коллагеновые волокна. Вот эти округлые структуры – это кристаллы гидроксиапатита, которые формируются на коллагеновых волокон, либо снаружи их на их поверхности, либо внутри. Они обеспечивают, с одной стороны, дополнительный каркас, а с другой стороны, они являются источником минералов. И при необходимости, если эта ткань поврежденная, либо погибшая, то как клетки кровяной линии макропагально-моноцитарной, так и клетки остеокласты, которые уже более структурированы именно для этой функции, они из этого депо кальция именно вымывают его в кровяное русло. Волокна коллагеновые при трансплантации являются неживыми. И, в принципе, основная структура костной ткани, она неживая, так же, как и хрящевой. Это имеет очень большое значение, потому что мы в процессе регенерации и различных процессов хирургических пытаемся сделать, по сути, неживую ткань, используя при этом живые клетки. Поэтому волокна не погибают. А межклеточное вещество, поскольку оно тоже мертвое, оно находится постоянно в стабильном состоянии и не меняет свой состав. Поэтому образование новых клеток на ее поверхности, возможно, первое, только на поверхности костной ткани, уже ныне живущей. Второе, обязательно присутствие живых клеток, которые будут обеспечивать соединение и контакты с новообразованными клетками или образующимися, или клетками мезонхимальными, которые являются предшественниками. Суть аутотрансплантации заключается в том, что долго существует межклеточное вещество. Если мы говорим о хряще, поскольку оно пропускает через себя только жидкости и газы. Ни белки, ни среднемолекулярные, ни высокомолекулярные, ни клетки не способны проникать к хрящу. Это может служить по этому факторам развития новой ткани. Казалось бы, что рыхлая соединительная ткань и хрящевая похожи больше, чем хрящевая и костная. А плотная соединительная ткань больше похожа на костную. Но оказалось, конечно же, все наоборот. Потому что вот эти две структуры, они близки между собой. А костная и хрящевая ткань имеют одних предшественников. А поскольку такие клетки остеопрогениторные, и они полипатентные, то есть, по сути, это стволовые клетки, они могут превращаться в клетки кровяной и костной линии, и хрящевой в зависимости от условий и факторов. И переходить из одной клетки в другую, в дальнейшем затем дифференцируясь и превращаясь, конечно, либо в клетки крови, либо в эндотелиальные клетки, либо в клетки костной ткани, либо хрящевой. Хрящ всегда образуется из мизенхимы, которая лишена сосудов. Это обусловлено структурой конечного хряща. Эти клетки мизенхимы уплотняются, то есть, их количество возрастает в месте, где будет в дальнейшем хрящ. Хрящ всегда покрыт над хрящницей. Это тонкая полосочка, которая состоит из двух слоев. Это покровный слой волокнистый, и слой комбиальный, который содержит активно делящиеся клетки. В дальнейшем клетки комбиального слоя, они пролиферируют, то есть, активно делятся и дифференцируются уже до конечного состояния хряща. Зрелый хрящ всегда структурирован особым образом отличным от созревающего хряща. Он имеет гнезда клеток, которые методически делятся. Это, опять же, обусловлено тем, что нет питания активно сосудистого. Поэтому есть такой механизм. Он, по сути, и защитный, и сохранный, для того, чтобы поддерживать функцию хряща, поскольку ткань в большинстве не живая. Вот еще один вариант отображения. Мы видим здесь, это покоящийся хрящ. Клетки веритиновидные. Они немножко сплющенные, вытянутые. Они имеют крупное большое ядро, чаще бозофильное. На гистологических срезах оно имеет ярко-синий цвет. Это говорит о том, что идет первый активный синтез РНК. Это различные функциональные структуры, которые будут влиять на конечную дифференциацию клеток. Идет активный синтез рибосом, за счет чего, опять же, клетки окрашиваются в ярко-синий или фиолетовый цвет. Продолжение следует...